50 талантливых молодых инженеров Владимирской области объединились в 11 команд, чтобы продемонстрировать свои теоретические и практические знания. Дарья Лаврова уже год работает в научно-исследовательском институте в Коврове. Участвовать в конкурсе, уже будучи специалистом, решилась, чтобы проверить себя и приобрести новые навыки. Даша признается, задание в номинации робототехники не совсем ее профессиональная направленность. То, что мы будем делать сегодня, я буду делать впервые. Я вчера вечером посмотрела, как это делается, посмотрю, насколько быстро я соображу. Это просто другая отрасль, мы на работе занимаемся другим. Естественно, смежное, но программирование разное. И поэтому мы посмотрим, сможем ли мы или нет. Но честно, мне кажется, что ребята из вузов, они больше этому времени уделяют. В этом году к номинации программист прибавилась еще одна – архитектурный дизайн и проектирование. Здесь участникам в рамках практического задания нужно проявить все свои творческие способности. Им предстоит подготовить так называемую многофункциональную малую архитектурную форму. При этом задача команды из трех человек за три часа – успеть спроектировать компьютерную модель, объемный макет и архитектурную зарисовку проекта. Организаторы конкурса подчеркивают – все задания подобраны так, чтобы участники смогли мыслить быстро, но креативно. Для нас, для университета, в первую очередь этот конкурс связан тем, что мы привлекаем интерес молодежи к робототехнике и к архитектурному дизайну и проектированию. Безусловно, программа любого вуза, в частности, вообще развитие регионов и развитие страны невозможно без талантливых людей, без талантливой молодежи. По опыту прошлого года также стало ясно, что одинаково высокий уровень знаний и у студентов высших учебных заведений и среднеспециальных. По итогам первого конкурса учащиеся колледжа показали лучшие результаты и обогнали бакалавров в ЛГУ. Вот тот год показал, что ребята заняли второе место, оттеснив дальше студентов специализированные робототехнические клубы. И поэтому сейчас ребята, пусть даже получающие только среднеспециальное образование, уже являются такими сильными конкурентами. И, наверное, это здорово, потому что в здоровой конкуренции рождается что-то лучшее, стимулируют ребят, а следовательно, и они развиваются, развивается наш регион. По итогам конкурса самые сильные команды получат ценные призы. Помимо этого, у победителей появится возможность реализовать свои проекты как в университете, так и на предприятиях. К слову, на будущий год организаторы планируют расширить рамки конкурса, добавив еще одну номинацию в сфере IT-технологий. Кирилл Ужегов, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».